И естественно, что когда мои близкие родственники, с которыми я живу в деревне, моя супруга, она это видит, она, как и полагается супруге, живет по устою своего супруга. Она является той опорой, без которой я бы в этой жизни ничего не сделал. Она является той базой, без которой ничто бы здесь и радио в частности не могло бы быть. Вот мы с ней два сапога пара, мы с ней не разлей вода, мы с ней соратники, мы с ней любовники, мы с ней семья, мы с ней единое целое. А это люди многие не понимают. Вот у меня, к примеру, тоже жена, она меня отпускает в Москву. Если она отпускает меня без желания, у меня мало что получается. Вот она меня, она уже это поняла, она меня отпускает, чтобы у тебя все получилось. И она действительно с любовью меня отпускает. И у меня все получается тогда. Понимаешь, действительно, многие не понимают, что вторая половинка нашего «я», то есть наши жены, от них зависит. Но если не все, то я уж не знаю. Слово «пол» — это не тот пол, по которому можно походить. Слово «пол» — это половина. Половина. И вот наша задача стать целыми. И вот у меня такая участь в жизни случилась. Моя судьба, мой рок меня свел с моей супругой. Мы с ней стали одним целым. И я счастлив этому. Это первое. Значит, строительство державы, семейный союз — это самое главное, что должно быть. И то, что остается за кадром у многих людей — это благословение богов. Это когда все твои помыслы, в том числе и державные, идут только во славу богов и предков. Во славу тех, которые дали нам жизнь. Во славу тех родов, из которых мы вышли оттуда и в которые мы пришли здесь. Неважно, какой религище к себе относят, я уже об этом говорил, это нельзя убрать. Если у человека есть здравомыслие, он это прекрасно понимает. И меня судьба, рок, боги, как угодно это можно назвать, сводят с теми людьми, которые, причисляя себя к христианам, к буддистам, к мусульманам, кто-то к себе к атеистам, кто-то там еще к каким-то, они живут по этим конам, по этим представлениям, потому что вот здесь, потому что по крови они русские, они русичи, они славяне. И когда с ними начинаешь об этом говорить, они понимают, что у меня нет никакой агрессии против того эгрегора или той веры, или той религии, к которой они себе относят. И они во мне видят друга, со-товарища, со-брата. И вот тогда со мной и у меня с ними получается взаимодействие. И вот тогда между нами вот эти все барьеры искусственные, созданные, а их огромное количество, они пропадают. Да, вот это все уходит. Болезнь цивилизации отступает на второй план, а иногда и уходит полностью. Наша задача сейчас перестать болеть цивилизационно. Вот эта дурная цивилизация, которая у нас есть, она нас всех сделала больными. Мы все заражены. Это паразит, от которого необходимо избавляться. Вот именно цивилизационный подход к жизни. Вот смотри, раньше вот я тоже парень с севера Руси, значит, у меня был проект, проект потом, значит, родное видение. И сейчас я породил третий проект, это земское видение. Разговоры, это всегда здорово. Передача информации, это всегда здорово. Но вдруг я в один прекрасный момент понял, что информация, которая в тебя зашла и осталась всего лишь на всю информацию, это ничто. Пока ты эту информацию не переведешь в плоскость действия, то есть информация без действия ничто. И я понял, что пора создавать, ну не то, что пора создавать, я понял, что пора искать людей, которые занимаются делом. Реально делом. И вытаскивать этих людей сюда, наружу, вот из, скажем так, что СМИ забросало вот этих людей своей информацией ненужной. Этих людей нам не видно вот на информационном поле. Я пытаюсь вот найти и высветить этих людей, которые занимаются непосредственно конкретным делом. Понимаешь, поэтому я вот, собственно говоря, и создал вот это земское видение. Помимо этого, я, говорю, вот уже сколько лет наблюдаю славянское радио. Я понимаю, что вы занимаетесь делом. Понимаешь, я тоже не сразу пришел к пониманию, что надо с вами сотрудничать, надо вам помогать, чем там возможно. То есть такая, что я тоже рос в этом смысле. Просто я к чему это говорю? К тому, что славянское радио само по себе уникальный проект, который идет, скажем так, из народа. Несмотря на то, что ты его делаешь, ну согласись, ты бы сам не потянул бы столько лет просто вот содержать это радио. Я правильно тебя понимаю, что ты хочешь, значит, создать вот этот проект, его, грубо говоря, взрастить на всю Русь, скажем так, нашу, славянскую, ну скажем так, посредством и силами народными. Я правильно тебя понимаю? Хорошо ты развернул. Ну да, на самом деле получается именно такая ситуация. До этого момента все известные нам постсоветские средства массовой информации, они находятся на плане содержательства. То есть их кто-то содержит. Это содержанки, такие проститутки, которым какой-нибудь богатый человек дает деньги и они существуют. Дальше, для того, что, поскольку он богатый, он умеет деньги считать, дальше у него один посыл получения с этой проститутки, вот он ей попользовался, потешился, а теперь надо как сутенера уже выступать, чтобы она уже деньги ему приносила. И он эту проститутку свою подкладывает подо кого угодно, подо что угодно. И с этого просто деньги собирает. Так устроено все сейчас. Все средства массовой информации, те, которые официальные. Может быть, какое-то исключение есть, может быть, я погорячился, кого-то обозвал. Простите меня, друзья мои, извините. Вспылил был неправ, но я вижу только такие. Пока. Проект же Народного Славянского Радио в том-то и отличается от других, что если он нужен народу, то его будет поддерживать народ. Если он не нужен народу, то в этом случае о чем тогда говорить. Я несколько раз упоминал, что ко мне приходят разные богатые люди. И, как правило, посыл у всех один. Мы тебе даем деньги, но ты работаешь на нас. Мы тебе даем студию. Или мы тебя контролируем. В любом случае ты работаешь на нас. Даже с точки зрения контроля. То есть мы даем тебе студию. Мы даже тебе предоставим жилье, если тебе неудобно из деревни мотаться. Мы даже тебе дадим хорошие зарплаты. Зарплата там, например, с нулями. Мы дадим тебе личного водителя, если это будет необходимость. То есть без проблем. Мы наймем тебе штат, пожалуйста. Ты сам выберешь, кого тебе надо. Даже до этого доходит. Какой тебе оборудован, ты пальцем только покажи, мы тебе соберем. Но ты работаешь у нас и на нас. Не то, чтобы я гордый человек. Я понимаю, что если я буду исполнять их прихоти, я буду куплен, я буду та самая проститутка, которая будет выполнять танцы на шесте, в лучшем случае, который попросит публика, пришедшая в их бар. Ты сам себя тогда в рамки поставишь, некие, вот они будут твоими рамками. Они будут моими рамками, да. Кто-то говорит, мы будем тебя спонсировать, если ты будешь говорить вот это. Есть очень простые варианты. Мы готовы, сколько тебе нужно, например. Я говорю, если вы хотите, чтобы это было просто поддержание радио, как оно есть, то нужно в месяц где-то тысяч пятьсот, условно. Чтобы можно было с людьми общаться, кому-то зарплату заплатить, оплатить дорогу, оплатить это. Примерно тысяч пятьсот. Это поддержание того уровня, который сейчас есть. Если вы хотите, чтобы оно развивалось, это примерно пять миллионов в месяц. Говорят, ну, пять миллионов мы не дадим. Не буду выражать, что мне это проходили, там, десять миллионов предлагали. Нет, пять миллионов мы не дадим. Ну, от двухсот до семисот готовы давать. Но и начинаются условия. То есть не говорится о том, что мы тебе студию купим, нет. Но условия начинаются. Мы хотим вот это от тебя. Ты умеешь говорить, люди тебя слушают. Говорят, то есть вы хотите, чтобы я умением говорить, своим какими-то профессиональными качествами, обладая, завлекал людей туда, куда вы хотите? А если это будет противоречить мне? Как быть? Ну, как я смогу говорить какую-то неправду? Ну, тогда, я говорю, ну, тогда мы остаемся как есть. Вы хорошие ребята, мы хорошие ребята. Почему бы нам не жить параллельно? Скажи, а у тебя не приходили такие предложения, как вот мне приходило, значит, письмо, чтобы я ушел в отпуск на два года? Вот на два года отдыхал. То есть круглый год один и круглый год второй. И мне вот там круглая сумма там высылается, например. Последний раз мы с женой смотрели, у меня было 800 тысяч евро. Два года, чтобы я просто отдохнул. У тебя такого не было? Ну, дешево. Ну, дешево. Дешево. Ну, что ты? Ну, дешево же. Нет. Во-первых, многие люди после этих первичных разговоров, они понимают, что этот номер не проходит. Во-вторых, пообщавшись со мной, они понимают, что даже если эти деньги я возьму, радио будет существовать в другом формате, на их же деньги, но я буду отдыхать. Понимаешь? Они понимают прекрасно, что в данном случае обхитрить меня не удастся. Все равно вещание будет производиться. Я при этом буду сидеть на Мальдивах, как они хотят. Но вещание будет производиться без моего голоса. Но будет производиться так, как оно должно производиться. И они это прекрасно понимают. И поэтому вот такие конверты, они были разговоры, похожие, не совсем такие, похожие. Был разговор похожий такой. Какое-то время назад, человек говорит, ты нам мешаешь. Ну так, по-открытую. Ты нам мешаешь, потому что у нас есть мысль сделать проект, не совсем такой. Но надо, чтобы ты какое-то время помолчал. Вот мы сейчас это подготовим, мы запустим. Я говорю, ну запускайте, какая проблема. Начинает сначала около до этого, потом прямой говорить. В общем, короче, нам нужно, ты помолчал. Говорю, а что будет, если я не помолчу? Для тебя ничего хорошего. Говорю, ну в каком смысле? У меня приедете, черепушка мне отрубите? Не, говорит, мы же не уголовники какие-то. Мы просто экономически, у нас есть деньги, мы их вложим не в тебя, не вот эти вот там, грубо говоря, 800, там что-то еще, а вот, а вложим в рекламу нашего нового проекта, условно говоря, и тебя просто на второй план отодвинем. Я говорю, ну так вкладываете. Что это, а сам этот разговор какой? Вот такие разговоры были, да. Причем, очень интересно, однотипно все происходит. Тут есть бизнесменская болезнь, есть болезнь цивилизации, а есть бизнесо-цивилизационная болезнь. Вот однотипные люди. То есть можно, придет с такой фамилией, с иной фамилией, или с другой фамилией человек, а будет говорить по одному и тому же принципу, как будто их в одном колледже всех воспитывают и вот выпускают. И уже ты сидишь и уже знаешь, о чем он будет говорить дальше. Какое предложение от него следует ожидать? Да, это вот как программа, которую ты в компьютер ввел, ты знаешь, как она дальше себя поведет. Я тебя прекрасно понимаю, потому что мне тоже приходило пару раз предложение про пиар, пожалуйста, вот это. Вот это вот просто вот об этом покажи, что-нибудь расскажи, просто вот все. И мы тебе на твой счет там какую сумму надо. Понимаешь? То есть такая вещь. Я тебя прекрасно понимаю. Но есть проекты, которые реально интересны, могут быть, они направлены тоже на славянский мир. И они такие, я их называю, светлые, пушистые проекты. То есть это люди, которые хотят легализоваться и хотят что-либо делать. Вот с такими людьми в принципе сотрудничать можно. А те, которые просто хотят подмять и сделать карманное радио, карманное телевидение, карманное... Вот видите, там марионетка такой, вот Алексей, знаете, такой вот, петрушку так одели. Вот. Здрасте, здрасте. Вот из этой же серии. Вот с такими людьми я общаться не буду. Ну, доходит до маразма, вот к примеру, смотри, я недавно сделал интервью с Галиной Никитух, это про местное самоуправление. Буквально проходит неделя, хоба, появляется новое видео, где там дядька бородатый такой стоит, и так, все, пишите мне письма, значит, значит, это, я вас всех научу делать местное самоуправление. Я такой в шоке, Галину набираю, говорю, Галин, ты с ним вообще в курсе? Да, говорит, я с ним поговорил один вечер, типа по телефону, он мне позвонил, значит, кинул ей там деньги, чтобы у нее не закончились, ну и разговор, говорит, часа полтора прошел. Я, говорю, вкратце объяснила, что такое МСУ, говорит, по телефону, все, говорит, он выпустил видео, значит, а человеку сейчас реально пишут, понимаешь, в чем дело, вот до такого маразма даже вот доходит. Понимаешь, как в интересное время мы живем, удивительное, сейчас перед людьми, перед людьми, раскрытая во все стороны двери, вот так вот, я вспоминаю старый диснеевский мультик про Аладдина, да, там это, а где здесь выход, спросила Нуджина, выход, там, 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 вот примерно за этой же серией, открыты любые двери, тебе религия нужна, вот тебе храм, а не такой, пожалуйста, секта нужна, да вот иди, не хочешь сюда, тебе гуру нужен, вот тебе персональный преподаватель, на, учись, ты что, не хочешь в секту, ты хочешь, политика тебе нужна, пожалуйста, какая тебе партия, так раз колода партии раскрылась, ах, ты не этим хочешь заниматься, ну и так далее, бизнес там, и так, все открыто, пожалуй, кто-то мне говорит, надо каким-то образом, используя наши эзотерические возможности, так вот, эзотерические возможности наших богов, там, или еще чего-то, эгрегорные связи, или совместным миром, там, вот это все дело прекращать, я говорю, так, отлично, а куда этих людей вы денете, ну вот представьте, в один прекрасный день, закрылись все религии, закрылись все партии, бизнес весь закрылся, и началось предпринимательство, бизнес и предпринимательство отличаются, как купи-прода, отличаются от купечества, вот купечество и предпринимательство отличаются от современной морали торгаршества, вот представьте, все закрылось, и дальше чего, ну вот простите меня за, может быть, такое грубое, может быть, как бы так, чтобы не ругаться-то, Пример такой Долго слова подбирал, мягко что Пример Представляете, например, приходят Люди с ведрами У которых краска С кистями и с валиками Психушку в сумасшедший дом И говорят Ребята, целый месяц вы свободны Нам тут надо сделать ремонт А в какую психушку нам идти? А не в какую, по всем психушкам ремонт идет Что делать с этими людьми будете? Ну они реально Они на улице оказались А у них не вылечено еще ничего А ремонт идет И растянулся, а там дальше планы не совпадают Не на месяц, а на два растянулся Грубый пример Грубый Но иногда нужно грубость применить для того, чтобы осознать Как и некоторые говорят адвокаты Мне надо утрировать что-либо, довести до абсурда Чтобы вы поняли абсурдность самой ситуации Вот я вот сейчас довел Примерно то же самое, тем же самым способом Нельзя ничего просто так закрыть Не дав взамен чего-либо И если это на земле есть Значит кто-то это разрешил сделать Теперь давайте просто подумаем А кто это мог разрешить сделать? Если мы говорим, что все здесь делали высшие боги Кто-то называет абсолютом Кто-то называет всебогом Кто-то Рамхавой называет Кто-то родом Ну много названий, да? Не важно как вы это называете Важно, что вы понимаете Что тот, который является первоисточником Если он это допустил И его подручные Кто-то называет богами Кто-то ангелами Кто-то легами Кто-то орлегами Здесь это все дело проводят Здесь это все дело разрешают Значит Эта программа существует и действует И если бы оттуда шло указание о том Что программу надо схлопывать и свертывать сразу То в этом бы случае Появилась бы какая-то альтернатива В природе нет пустоты Вот от этого надо отталкиваться Если не появилось что-либо взамен Убирать, ломать нельзя Не наш подход Мы старый мир разрушим Для основания, а затем Вот это не наш подход Нам революции не нужны Нам нужно поступать Эволюционно Через сознание и осмысление Просто так психушки Закрывать нельзя Просто так секты Закрывать нельзя Если человеку необходимо пройти урок В психушке Или в политике Или в бизнесе Или в секте Или еще как-то Он его должен пройти Это его индивидуальный способ понимания жизни Вы можете помочь Но помочь можете как? Своим примером Только так Поэтому давайте ничего разрушать не будем Помогать будем Помогать будем Будем рассказывать И вот когда будут шириться Различные проекты Информационные Взаимно связанные Где будут обмениваться информации Где будут соединяться Чтобы плотнее была работа И шириться Во все стороны Вероятность того Что кто-то Например Чувствуя, что он достиг потолка В каком-то своем учении Перейдет на новый Этап На следующую ступенечку И здесь будет следующая ступенька построена Тут дальше следующая И так далее Но вот мы должны сделать базу Для того, чтобы Не было пустоты Чтобы у человека появилась Возможность перейти И был выбор Для перехода Вот наша задача На сегодняшний момент Разрушать нам ничего нельзя Разрушение Это революция Революции мы уже наелись Разрушение всей Революции строится на крови Вам не надоело лить кровь Своих сородичей? Мне, например, это не хочется Поэтому задумайтесь Других людей у нас В этом мире уже не будут Вот сколько у нас есть Столько и есть Какие они Хорошие, плохие Пьяницы, наркоманы Других не будет Помочь надо выйти из этого Объяснить Разъяснить Самому стать лучше Чтобы ориентироваться на тебя Это другой разговор Но не убивать Потому что он Сделал что-то не то Не убивать Потому что он сказал что-то не то Не убивать Что он, например Пока верит Во что-то В то, что вы Давным-давно Уже не верите В это прошли Вот только так Нельзя Других людей у нас не будет И с этими людьми Нам строят державу С этими людьми Двигаться дальше Вот это вы должны понять Если вы это не понимаете Вы значит Что-то еще не поняли Есть люди Да Реально Есть люди Которые говорят Ну значит Я Типа того Что останусь один Все вот передохнут Я останусь один Я значит Буду начинать Все сначала Вот реально Если я встречал Таких людей Которые говорят Ну Так и будет Вот это наша беда Непонимание Вот этого всего Смотри На весь мир Сегодняшний Вся наша Мидгард Земля Говорит сегодня О чем Ребят Пока вы будете Верить В некого Дядю Который придет За вас все сделает Вы будете Просто Действительно Уничтожаться Уничтожаться Подыхать Помирать Понимаешь Даже сегодняшняя Украина Вот я Разговаривал Еще не выпустил Видео встречи С этим парнем С Украины Приехал Причем С западной Украины Все равно Ездит сюда Подрабатывает Деньги В России Ненавидит Нас Люто Почему-то Вот Но Мотается Я с ним Начал Разговаривать На чем Мы сошлись На том Что он Согласился Что да Пока Здесь В России Пока Мы там На Украине Даже Стрелков Согласился У которого Я брал Интервью Геркин Который Создал Новороссию Катавасию Всю Эту войну Он тоже Скал Я Уже Понял Если Я приеду Второй Раз Сделаю Опять Революцию Какую Небудь Противостояние Все Бестолку Бестолку Потому что Народ Сам По себе Не готов Не готов К чему К тому Что Не будет Никогда Никакого Дяди Который За нас Придет И порядок Наведет Вот не будет И вот В частности Твое радио Чем мне нравится Когда его Включаешь И слушаешь Там Всегда У вас Между строк В конце Или в начале В конце Особенно Ты по Постоянной Заключительной Части Говоришь Когда Вы Подтоживаете Свои выпуски Я всегда Между строк Понимая Что У тебя Говорится У тебя Говорится Ребята В конце Концов Включайте Мозг И начинайте Отвечать Сами За себя Включайте Мозг И начинайте Отвечать Сами За себя Никто За вас Ничем Не будет Заниматься Понимаешь Вот Эти Мне Радио Славянская Нравится Многие Не понимают Ее сути Они Начинают Цепляться За Выпуск Какой-то Там Об НЛО Побежали НЛОшники Там Просмотреть Действительно Есть выражение Знаменитое Бейся Там Где стоишь Наводи Порядок Там Где ты Живешь Они Как мне Люди Звонят Вася Я хочу К Сидору Поехать В поселение Вася Я хочу К Данилову Поехать В поселение Я хочу К родноверам Пасть Я к каждому Начинаю Отвечать Я говорю Слышь Ты вообще С какого Города Ну вот Там Сурюпинский Лис Васюков Я говорю Слушай Как классно Я говорю Сделай Там Своё Поселение Я говорю Представляешь Никому Подчиняться Не надо Я говорю Там Ни Сидору Ни Данилову Ни Иванову Ни Петрову Я говорю Свой устав Свой устой Я говорю Я не знаю Хочешь земство Ну местное Само правление Своё создай Какие вопросы Вообще И начинаем Людям Как бы Объяснять Такие вещи И они сидят И начинают Такие чесаться Я говорю Блин А может На туре Не смогу Я говорю Почему Люди Здесь не те Я говорю Слушай Вот так же Как и ты Я ему отвечаю Да у тебя Других то Не будет Вот с этим Да Вот с этим Контингентом Я не знаю Как это назвать С этими людьми То и надо Работать А вот К сожалению Не понимает Алексей Ведь ты Работаешь С теми Людьми Которые Тебя окружают И в частности В славянском радио То же самое Ты же через Славянское радио С этими людьми Изъясняешься Объясняешься И их Развиваешь Помогаешь Вот этим Должны заниматься Каждый Вот каждый Должен быть Лешей Каждый Должен быть Даниловым Сидоровым Трехлебовым Патрондим Каждый Должен быть Вот этим Человеком И вот К сожалению Сегодня Никто Этого Не понимает Ну Никто Слово Это означает Никто Если ты Об этом Говоришь Значит Ты уже Это понимаешь Если Об этом Говорю Тоже Как-то Догадываюсь Поэтому Слово Никто В данном Случа Уже Не подходит Люди Пробуждаются По поводу Придет Дядя Нас Спасет Очень Часто Приходится Слышать Такое Христианство Нас Загнало В рамки Оно Нас Ты 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 Отчасти Я согласен Да Были Моменты Когда Инквизиция Работала Покруче Чем В Испании Людей Здесь На дыбу И сжигали И убивали Было Такое Дело Не Вытаришь Из памяти Но Ссориться С Людьми Которые На себя Одели Христианский Крест Это Глупо Но Теперь Давайте Это Было Только Затравочка Но Давайте Теперь Разберемся С другим А чем Многие Из тех Которые Начинают Интересоваться Родноверием Староверием Язычством Или Неоязычством Отличаются От тех же Самых Христиан И Когда Начинаешь Сравнивать Ты Просто Понимаешь Что Многие Люди Вышли Из Одного Игрегора Сняли С себя Одежды Атрибутику Положили В сторону Или Выбросили В помойку Кто как Жестче Поступает Дали Зажгли Одели На себя Другую По сути Менталитет Образ Мышления Представления О жизни Остался Другой Остался Тоже Самый Но С другими Словами Что Мы Сейчас Слышим Иногда Вот Прилетит К нам Волшебник В голубом Вертолете Дедушка Перун И тут Все Растает По своим местам То есть Заменяем Слово Перун На Иисуса Спасителя Христа Которые Сказали Ждите Его Пришествия Очередного Он Всех Рассудит Будет Апокалипсис Откровение И все Встанет На свои места Ты же по-моему Своих веки Рах говорил Не дай мне соврать Ты или не ты Ты же по-моему Сказал Ребята Вы создаете Просто Тупо Новую религию И все Да И вот Некоторые Реально создают Религии Потому что Они заменили То что им Не нравилось В атрибутике То что им Не нравилось Какой-то Ну как называют Поп там Да говорил В своей колокольни Что-то не то Делал что-то не так Водку холестал Баб щупал Там курил Матерился А в храме Он всем проповедовал Как надо жить Хорошо По-божески Вот это им не нравилось Они взяли Значит одного попа Заменили на другого Только тот поп был В рясе И с крестом А этот поп С вышиванкой Ну суть-то не изменилась Ну к примеру Дали скаловратом Я не знаю С чем угодно Надо смотреть Не на атрибутику А на то Что делает человек Но если там Вы ждали Пришествия Иисуса То тут Вы ждете Пришествия Перуна Сварога Дождь Бога Или кого-то еще В чем разница Объясните А вы тогда где А вы тогда кто Кричат Мы асы Стоп Но если ты ас Бог живущий На земле В теле человека В этом случае Ты должен ему соответствовать А что ты сделал Как Бог Ну хотя бы Как человек Ну хотя бы Как весь Мастер Мастеровой Я уж не говорю Про Витя Зильеволхватом Или жреца Ну как Как весь Как мастеровой Ведь если разобраться Многие не то Что живут Как жители Как смерды Как нежити Многие живут Кто такой нежить Тот который Не живет В ладу с природой Тот который Забыл свои корни И тот который Разрушает себя И свое пространство Это называется нежить Потому называется нежить Я первый Я первый Честно сознаюсь Что я реально Я практически Забыл свои корни Понимаешь Я практически Стараюсь Только лишь жить В ладу с природой В гармонии Но это не значит Что я уже Живу В ладу Понимаешь Поэтому я это Специально зрителям Как бы Поясняю Такие вещи Как сказал Татарюхливов Да Что он должен Уметь правильно Спать Совокупляться Отдыхать И обороняться И обороняться Извините Сегодня Этого не знает 99% населения Поэтому я Я понимаю Когда у вас Там Смотрю У вас В скайпе Там какие-то Сообщения Кто-то там Говорит Вот и я Там хочу Волховские Какие-то вещи Говорит Там Или вещать Кто-то из Слушателей Я сразу Вспоминаю Говорю Слушай Брат Вот ты мне Расскажи Как правильно Совокупляться Как правильно Обороняться А потом Быть может Быть может Мы тебя Послушаем Вот к сожалению Сегодня это люди Не понимая Таких вещей Они Хотят себя Видеть Витязями Они хотят Себя видеть Волхвами Это здорово Никто не говорит Что это плохо К этому надо Стремиться Но надо Реально Смотреть На самих Себя же В зеркале В отражении Извини Но у нас люди Просто как дети Их научили Играть С детского сада Я хочу быть Космонавтом Одел котелок На голову Да Уууу Я Гагарин Я полетел Тут еще Написано Например Кастрюля такая Да И вот Будет у меня СССР Грубо говоря Да И полетел Кто-то одел Себе ту же Самую кастрюлю Говорит Я буду рыцарь Ну вот Из этой же серии Можете менять Сколько угодно Внешность Можете на себя Любые атрибуты На мне нет Ни одного атрибута Ну нету на мне Ничего Извини Я тебя перебил Ты говорил О дяде Сейчас Сейчас На мне нет Ни одной наколки На мне нет Вот Понимаете Мне это не нужно Просто не нужно Потому что В это я уже наигрался Может быть С возрастом Может быть Помогли Может быть Высшее я Проявилось Кто-то узнает Может поумнел Как-то А может наоборот Поглупел Вот Поэтому Играть можно Во что угодно Так вот Если возвращаясь К тому Что Когда мы Взвешиваем Здесь ждут Дядю Перуна Здесь ждут Дядю Иисуса Здесь ждут Дядю еще Буду какого-то Здесь еще Кого-то Все кого-то Ждут Но приятно Никто ничего не делает Или если делают То делают Не так Как в общем-то Наверное По нашим Уставам Надо делать А встает вопрос А как вообще Жить-то А как Чего делать И вот Тут Единственный Способ Чтобы понять Как это Делать Наверное Разобраться С нашей Древностью Всегда Обращать внимание На то Кто Выжил И как он Жил Как существовал Ну вот Если Райкину Вспомнить Знаменитую его сцену Когда он там В постели Чиновник говорил Если я на работу Не пойду Там больше Для страны Сделаю благости Нежели чем на работу Я же у работяги Место отниму Буду дышать кислородом Вместо того Чтобы он дышал Ну и так далее И он привел Так это все очень просто Что Где эти дуры Многометровые Динозавры Да нет Их почему Потому что высовывались А клоп А клоп до сих пор жив Почему А вот он под постели Он не высовывается Так вот Конечно Это уберем в сторону Но Суть в том Что если клоп Сумел выжить Многие тысячи лет Или какая-то там Медуза Многие миллионы Миллиарды лет Существовала И существует Значит надо Обратить внимание А как она смело Приспособиться К этому миру А почему Эти катаклизмы Там падение Лун Падение астероидов Метеоритов Какие-то там Звездные Неприятности Вспышки И так далее Почему Вулканическая деятельность Не уничтожили ее Как это все Существовало Как это все Жило Почему она Сама выжила И вот то же самое Если мы применяем Человеку Мы понимаем Что если человек Нашего вида Ну Многие называют Это русичи Или славян Или руса Арий Кому как нравится Если Дожили до современных Времен И Как показывают Археологические Раскопки Как показывают Археологические Раскопки Мало Изменились То Как-то Стоит Задуматься А как Они Жили Как Они Умудрились Вообще Выжить Столько Других Народов Которые Уже Канули В небытие Которых Не существует А мы Живы Может быть Благодаря тому Что правильно Относились К природе Может быть Потому Что Жили В гармонии С этой Природой Может быть Потому Что Не нарушали Это Естество И Вот Если Вы Это Начинаете Понимать Все Это У вас Складывается Вот Тогда Вы И Начинаете Жить Как Надо И Тогда Вы Превращаетесь В Человека Ваза Который Живет По Природе Дружит С ней А поскольку Он Часть Этой Природы То В этом Случа Он Ее Не Разрушает Она Не Разрушает Ведь Если Вы Начинаете Разрушать Естество То Естество Разрушит Вас Оно Вас Породило Вы Естество Не Можете Разрушить Вы Можете Себя В Есте Разрушить Ну Себя Лично Вот Как То Так Поэтому Не Просто Жить Здесь И Сейчас Так Как Это Все Было Многок раз Описано Вплоть До Сказок Русских Наших Сказок Там Описалось Как Жить Вот Если Вы Так Живете То В этом Случа Вы Понимаете Что Жить Надо Роем То Есть Коллективный Разум Жить Надо Так Чтобы Выбирать Лучших Из Лучших А Не Пиарить Себя Лучший Из Мыслит Державно Мыслит Общинно У него Правильная Генетика У него Нет Выродков В роду У него Крепкое Хозяйство Жена У него Расцвела Расцветает Вот Эти показатели Основные Что Он Живет По Совести Он Никого Не Обманывает И Вот Когда Вы Все Будете Складывать Тогда Вы Будете Приходить К Тому Самому Общинному Образу Жизни Который Был Свойственен Всегда Нам И В этом Случае Тогда Будет Строиться Держава Держава Состоит Не Из Леши Не Из Васи Не Из Пети Держава Состоит Из Державников Из Людей Которых У каждого Есть Своё Имя Но Мы Общий Коллектив Община Мы Община Рой Вот Если Вас Самость Превышает Здравомыслие Ничто Не Сделаешь Вот Примерно То же Самое Как Говорят Ну В последнем У нас Чате Был Разговор Такой Вот Алексей Ты Сам Призываешь К тому То А ведь Есть Люди Которые На тебя Обижаются Которых Вот Там Ты Грубо Как Что-то Такое Сказал Говорю Ребята Я Даю Возможность Каждому Себя Проявить Если Человек Себя Проявляет Как Существо Общинное Он Хочет Стремиться К Общине И Он Живет В Согласии С Другими То Флаг Ему В руки Барабан Ему На шею Ты Наш Товарищ Брат Все Хорошо Замечательно Ты Трудишься На Общине Если Же Он Постоянно Кем То Недоволен Если Он На Кого То Нападает Если Он Высказывает Какие То Грубые Мысли Если И так Далее Том Подобное То В этом Случае Он Является Агрессором Дисбалансирующим Разбивающим Общинное Мышление Или Все Виноваты Да Ну а раз Виноваты У него претензии Есть Значит Он Высказывает Недовольство Ну Можно Терпеть Этого Человека Но До Поры До Времени Можно К Нему Обращаться К Здравомыслию Сказать Дорогой Товарищ Дорогой Мой Брат Но Вот Ты Это Сказал Для Чего С Какой Целью Что Из Этого Вышло То Пытаешь С ним Говорить Как С С И Там Или Бан В Чате Или Там Еще Где То Но Я Сам Этим Как Правильно Занимаюсь Администратор Чата Вот Но Такие Моменты Не часто Происходят К счастью Но Случаются И Надо Понимать Что Хлопать Можно Тогда Когда Есть Две Ладошки Да Вот Когда Человек Пытается Хлопнуть Второй Ладошки Нет Звука Не Произойдет Вот Если Если Кто-то Вас Расшатывает И Вы Станут Второй Ладошкой То Вот Эти Звуки Будут Происходить Он Являлся До Поры До Времени Такой Человек В Чате Например Или В Скайпе Или Где-то Еще Или В Жизни Вот Как Раз Тем Самым Раздражителем Чтобы Вас Вытащить На Вторую Ладошку Поэтому Какое-то Время Он Сдерживался Поэтому Какое-то Время Он Уберут Из Чата Или Он Найдет Какое-то Занятие В Жизни И Чем Начнет Другим Заниматься Или Он Поймет Что Он Свою Миссию Выполнил И Он Тогда Вот Так Сделает И Все Будет Хорошо Поэтому Наши Чаты Наши Скайпы И Конференции Они Направлены Не только На то Чтобы Общаться А Еще На Практике Людям Давать Возможность Как-то Это Все Понимать Причем Я Сейчас Рассказываю Об этих Приемах На самом деле Я об этом Чатах Никогда Не Рассказываю Я Это Позволяю Развиваться До Определенного Момента И Потом Просто Небольшие Проводятся Беседы Вкрапления Которые Позволяют Людям Сказать А Да Пожалуй Пожалуй Да Вот Мы На это Не Обратили Внимание А Где-то Сам Учусь Я Несовершенный Во всех Смыслах Слово Так Что Вот Так Вот Так Так У нас Веселая Жизнь Хорошо Тогда Можно Может Быть Завершающий Вопрос У тебя В эфир Приходит Полосальное Количество Абсолютно Уникальных Людей Разных Абсолютно Причем Не важно Популярных Непопулярных У тебя Вот Вообще Вот Действительно У тебя Целый Каскад Я знаю Как Это Назвать Радуга Просто Напросто Абсолютно Разных Людей Вот Расскажи Своё Впечатление От того Что Точнее Не впечатление А остаточное Что у тебя Откладывается После этих Людей Или что Ты От них Берешь Не берешь Вот Как бы Среднюю Арифметическую От этого Всего Мне интересно Что ты Испытываешь После Скажем Пяти лет Вещания После Общения С этими Людьми Не в плане Того Что они Несут Свет Знания А вот Я имею Ввиду На Чисто Человеческом Таком Энергетическом Что ли Уровне По большому Секрету Скажу Что Я Приветствую Тот Принцип Или Образ Жизни Который Гласит Следующее Хочешь Чему-то Научиться Напиши Книгу Поэтому Когда С кем-то Я общаюсь Или что-либо Говорю Я по сути Пишу Ту самую Свою Книгу Я Постоянно Чему-то Обучаюсь Постоянно Что-то Вспоминаю Постоянно Заглядываю Туда Куда Меня Разные Люди Направляют Пришел Человек С этой Стороны Я посмотрел Туда Ух ты Как у него Там все Здорово Как красиво Как он Одет Какой он Молодец Какой у него Образ Поведения Кто за ним Стоит Как он С людьми Общается И раз С этой стороны Я сюда Посмотри Ой И здесь Здорово Здесь Отлично Наша Жизнь Если мы Отталкиваемся От ведического Воззрения На эту Жизнь Оно Похоже На некий Кристалл С многими Гранями И чем Более Вы глубоко Погружаетесь Тем вы видите Еще более Мелкие Грани Кто-то Смотрит Прямолинейно Для него Плоский Лист Бумаги Он Видит Право Лево Хорошо Плохо Холодо Ну Дуальная Такая Система Сюда Сюда Особенно Которые Пишут В комментариях Я послушал Пять Минут Эфир Фигня Вот это реально Плоские Товарищи Не знаю Не знаю Я не могу так сказать Но может быть у них есть такая задача Установка Может быть представление Да мало ли что Не знаю Вот Есть люди Которые переходят Уже от плоскости К объему И они тогда видят Ну Какие-то объемные части А есть те Которые уже Внутрь объема Зашли И они видят Не просто сферу А видят Каждый Каждый кусочек Этой сферы И вот как раз Задача Ведического Ума Воззрения Это все Обнаружить И мировосприятие Ведическое Тогда становится Целостным Ты воспринимаешь Мир уже целостным И задача просто Мировоззренческое Для начала Увидеть Ощутить И потом уже Воспринимать И проявлять себя Поэтому Когда приходят Разные люди Я во-первых Этому всему учусь У них Я вспоминаю Опыт прошлых Своих жизней Я заглядываю туда Куда просто В обычной жизни Мне не нужно было Заглянуть Пользуясь Какими-то своими Там умениями Знаниями Или чем-то еще И так далее Вот Это ответ Почему Такие разные люди Почему эти люди Приходят Не знаю Может быть У них такая миссия Рассказать что-то Людям на этом радио Но я всегда говорю Я очень счастливый человек Благодаря Почему счастливый Потому что Благодаря вам Слушателям И зрителям Я встречаюсь С очень интересными людьми Вот Я счастливый человек Меня окружают Интересные люди Всегда Даже если Человек проявил Негатив В мою сторону Он так или иначе Все равно Мне интересен Значит Он обращает Мое внимание На ту сферу жизни Где я что-то Не достиг Или может быть Я во что-то Уперся И это не вижу Или где-то я Некорректно Себя проявил А раз А раз некоррекция Это была Значит у меня В мозгах Что-то еще Не то Значит я Несовершенен В этом Значит мне Стоит на это Обратить внимание Стоит об этом Подумать И он Является Тем зеркалом Которое Вытащило Из моего Сознания Подсознание Ту чернуху И грязь Которая у меня Есть Благодаря ему Я в это зеркало Увидел себя И говорю Ох какой я Неприглядный Какой я Негодяй Оказывается Бывают конечно Сполохи Такие Вот это Обезьяна Сидящая На этом Меня обидели А потом Когда обезьяна Успокоилась Сверху Что-то приходит Говорит Дружище Успокойся Пожалуйста На тебе конфетку За чайком Чай Сиди попей А я тут подумаю За тебя Что там происходит Ага Слушай А то тут был неправ Или нет Ты был прав Но надо было Дальше это сделать Ты вот это не сделал Ты это не получил Вот Я уже сказал Там приглашают Надо почитать Какие-то семинары Сессии Вот первую запись Выложил Которая называется Родовая нить Как жизнь без страхов Я не знаю Смотрел Ты не смотрел Она как раз Направлена на то Что необходимо Знать любому человеку То что наши дети Вот в древности Знали до 12 лет уже Они это все чувствовали Знали Ведали И могли этим управлять Как настроиться С родовой нитью Кто-то Слово канал Не нравится Нить больше нравится Как жить По совести Сладу с природой И не бояться Ничего Как избавиться От страхов Вот это как раз Была посвящена тема Этой записи А произошло это И вообще интересно Так в двух словах Скажу Приезжаем мы как-то С купалы И уже утро Спать хочется Спать хочется Невозможно Настроение Отличное Поснимали Все здорово Вот И заснули Буквально там Прошло часа три Вдруг звонок А что к нам едете Куда А вот тут у нас Проводится встреча Там приезжайте Елки-елки Мы забыли Ладно приедем Не выспаны Ничего Садимся и поехали Народ подходит Ну где вы были Давай рассказывай Народа было много Все такие веселые Довольные Счастливые Ну друзья Сидят Общаются Говорят Давайте не каждому Будет по очереди Рассказывать Пойдемте в зал И расскажу А там как раз Есть домик такой Где вот Можно чем-то позаниматься О чем-то поговорить Там доска есть И так далее Я сел и стал Рассказывать своим людям А кто-то поставил Вот так же камеру Просто стали снимать Ну я рассказывал 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 Все рассказал Вот А потом раз А выкладывать будешь? Говорят Да я для вас рассказывал Ну как Интересные вещи Расскажешь Выкладывай И вот таким образом Через месяца Полтора Я решился Мне это прислали Отдали все Скопировал Посмотрел В принципе Есть о чем рассказать И это все было Дело выложено Вот Поэтому Когда Если я кому-то Пытаюсь Чем-то опять же Возвращаясь Помочь Я пытаюсь Доносить Не просто С точки зрения Изотерики Лишь эзотерики О том Как бы хорошо О том Как к тому Где-то на Альфа-центавре Там живут Эскимосы Как они там Моржи ловят Или так далее Или как боги устроены Как они в своем Междумире Или в своем Многомерном пространстве Живут Я об этом не рассказываю Почему? Не с точки зрения того Что я это не знаю А с точки зрения того А зачем вам это сейчас? Вы живете в своем мире В своем пространстве В своем времени У вас есть своя жизнь Вы должны Получать Те знания Которые можете Здесь применять И не более того Ну что вам с того Если вы узнаете Какого цвета кожа Там у эскимоса Который живет На Альфа-центавре Ничего вам не будет И поэтому Вот эти все Какие-то Семинары Я провожу С точки зрения того Что дать ощущение Понятия Что ты сам человек Что ты сам Должен развиваться Вот И Вот На это в принципе Все настроено Так вот Когда люди Когда я возвращаюсь К вам к вопросу Когда люди ко мне приходят Разные Цель В первую очередь Не то Чтобы они рассказали С эту точку зрения А чтобы они Мозг Человека Встрепенули Чтобы он заинтересовался А правда это или не правда Потому что мы говорим Никогда не верьте Проверяйте все И чтобы он полез в интернет В библиотеку Нашел какие-то рукописи И стал проверять А вот там Васенька говорил А на самом деле Это вот тут есть вот это Что получилось Он превзошел Того кто говорил Потому что он сам узнал Что знает тот И еще узнал свыше того Польза Польза Или Кто-то сидел Слушал там о чем-то Говорит Слушай, слушай, слушай А вот там о здоровье говорим А вот у моей мамы У моего папы Вот эта проблема Ну-ка дай-ка разберусь И он раз И он стал разбираться И помог своему папе и маме Например Польза Польза Он становится Человеком на земле Он выходит из состояния Нелюдя Вернее нежития Я совсем уж не сказал Нежития Переходит на другой уровень Он пытается мыслить Он пытается Проявлять как-то себя В этой жизни Вот поэтому и разные люди Как они выходят Ну говорю Ну может быть это Нужно так Может быть им нужно Может быть мне нужно Может быть тем Кто слушает радио нужно В эти субстанции Я не залезаю Я знаю что это должно быть И вот когда Как отбирается Такой секрет небольшой Да Когда идет какой-то Разговор О том Хорошо бы вот это было На радио Я не думаю головой Нужно это или не нужно Я всего лишь навсего Обращаюсь туда Это для державы нужно Это для России нужно Это для мира нужно Это для того человека нужно Это для слушателей нужно И если идут ответы Да Это нужно Вот тогда Я связываюсь с человеком И тогда уже во время эфира Просто открываются Те пласты Которые до этого Я никогда не понимал Очень часто Например вчера Было эфир Общаемся И друг девушка говорит Откуда вы все это знаете После эфира Откуда вы все это знаете Вы что специалисты В этом направлении Говорили нет Откуда вы то говорили Все то что я Там занимаюсь Много лет Этими вопросами Я об этом знаю Но вы же не занимаетесь Вы там ведущий Там и так далее Откуда Говорит Ну так То есть Когда это необходимо Открываются знания Вот наша задача И твоя И моя Других людей Не подсадить На свою личность Не подсадить На себя самого Отдать человеку Возможность Становиться азом Становиться тем Кто умеет Использовать Те пласты Информационные знания Которые вокруг нас Присутствуют Которые по родовому каналу По родовой нити К нам всегда Смогут спуститься Первое что самое Делать надо Обратиться к своим Предкам Обратиться к тому Кто здесь все это создавал Обратиться к тем Кто это все здесь создавал Если вы Обращаетесь к родным То в этом случае Тогда родные Вам будут помогать Если вы пытаетесь Залезть чужой И Грегор То в этом случае Скорее всего Помощь будет Однократно С точки зрения того Чтобы глубже Вас туда привлечь Как рыбак Бросает наживку Рыбка Червячка Попробовала О вкусняшка Раз И заглотила Но рыбак Но рыбак же Тебя не кормить Пришел Он тебя подкармливал И вкусного червяка Не для того Чтобы ты насытилась Он тебя насадил На крючок А для того Чтобы ты потом Как золотая рыбка Или его желание Исполнила Или если ты не золотая рыбка Ты оказалась бы В супе И накормила его Вот поэтому Надо учитывать Своих детей Мы в суп Класть Не будем То же самое И нас Как детей Наши предки А кто-то называет Их богами Тоже в суп Класть не будут А вот Чужие дяди Чужие тети Чужие предки Это могут сделать Вот на это Надо обращать внимание Поэтому Когда вы что-либо Делаетесь В первую очередь Обращайтесь За благословением И за вопросами К тем Кто все-таки Ближе к вам По роду Изначально И на мой взгляд Это правильно Хотя я не являюсь Истинно в последней станции Но я поступаю Именно так Вот если отвечать Это вопрос Почему к вами приходят люди Почему они такие разные Как и так далее И тому подобное Вот Примерно так Такая кухня Вот этим Мне и нравится Славянское радио Тем что Оно не делает Из себя Никакое божество Само по себе Славянское радио Оно не впаривает Вместо Каких-то Авторитетов Себя И не навязывает Что вот мы Авторитет Как вы Идите за нами Приходите к нам И живите нами То есть вот К сожалению Сегодня Вот этим Страдает Наше общество К примеру Там появился Парень В интернете Обозвался Волховом Вещая Сапушки Леса Все И начинает Собирать Людей Вокруг Себя И Свой авторитет Раздувать Грубо говоря Вот этим Мне славянское радио Нравится Что вы Действительно Не Вот Как это Я пришел Я пришел В этот мир Для своих Целей Определенных Своих целей Известных Мне Там Нет Прописано Что я должен Быть чьим-то Личным Учителем Чьим-то Гуру Должен возглавить Секту Имени себя Создать Религию Имени себя И так далее Ни в коей мере Я всем это Сразу говорю Если вы Во мне видите Учителя Вы ошибаетесь Я все лишь Навсего Человек Который Помогает Вам Стать Человеком И не более того Нельзя К кому-то Привязываться Надо Самому Быть Человеком Только Слабый Все время Может Просить Чтобы Ему Вытерли Нос Подтерли Попку Заменили Памперс Чтобы Ему Дали Свежего Мяса Свежего Фрукта Водички Чистой Построили Ему Жилье Защитили Его От врагов Эти Там Такие Плохие Нас Наседают А где Что И так Дали Чем Мы С тобой Говорили Причем Это С божественного Уровня Переходит На Бытовой Уровень Кто Там В руководителе Каком-то Не будем Фамилию Называть Ищет Спасение Кто В ком-то Еще Ищет Спасение Опять Жен Называем Ребята Только Вы Сами Можете Себя Спасти Только Вы Сами Можете Свою Жизнь Прожить Человек Сам Рождается И сам Умирает Все Остальное Оно Вот Это Сам Проходит Вот Это Есть Бытовая Магия Из точки А В точку Б По Правильным Координатам По правильным Пути Пройти А не Жить Чужую Жизнь Не Смотреть На Какое-то Светило Которое Затмит Солнце И Вы Будете Туда Идти А Ваша Это Жизнь Где Ваша Жизнь Вот Там Он Скапливает Вашу Энергию Он Умничает Он Учится За Ваш Счет Он Получает Что Необходимо За Ваш Счет А Вы Тогда Где А Вы Тогда Кто Задача Цель Понять Кто Вы На Земле Для Чего На Земле И Что Делать На Земле Вот Как То Так Я Не Ваш Учитель И Радио Только Помогает Вам Раскрываться Желаю Всем Добра До Связи Услышимся Да И еще Напоследок Если Вы Хотите Если Вы Хотите Чтобы Ваша Жизнь Улучшилась То Пожалуйста Создавайте В этом Мире Что Либо Хорошее Творите Будьте Творцами Хотите С Нами Мы Вам Главное Чтобы Державе Была Польза Родам Нашим И всему Миру Услышимся Увидимся Народное Славянское Радио Создано Коллективом Единомышленников Как Просветительский Проект Для Изучения Родной Культуры У них Нет Спонсоров И Хозяев Указывающих Что И Как Делать Если Вы Считаете Что Такое Радио Должно Существовать И Развиваться Поддержите Его Финансово Сбербанк Виза Виза Киви Яндекс Кошелек Веб Манэй От себя Лично Добавлю Для меня Честь Будь Причастным К развитию Такого Проекта Как Народное Славянское Радио Алексей Своим Пониманием Мира Волей И делами Показал Показал Нам Свою Компетенцию И состоятельность В его Народном Деле От всей Души Желаю Светлым Человеком Земли Русской Как Народного Славянского Радио Так и Всем Родам Славянским Единение Взаимопонимание И Взаимоподдержки В нашем Пути Дела Наши Суть Награды Наши Речи Наши Суть Свидетели Наши Мира И Процветания Родам Нашим Других Людей У нас В этом Мире Уже Не будут Вот сколько У нас Есть Столько И есть Какие Они Хорошие Плохие Пьяницы Наркоманы Других Не будет И с Этими Людьми Нам Строят Державу С Этими Людьми Двигаться Дальше Вот Этого Должны Понять